Молдавские журналисты, среди которых и наши коллеги, протестовали сегодня в Страсбурге перед изданием Совета Европы, где проходит зимняя сессия ПАСЭ. Мы и коллеги провели ряд встреч с депутатами стран Совета Европы, чтобы напрямую проинформировать международные структуры о ситуации со свободой слова у нас в стране и о решении Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям отозвать лицензии на обещание сразу шести оппозиционных телеканалов. Молдавские журналисты решили и напрямую. Уже в штаб-квартире Совета Европы наши коллеги встречались с депутатами стран объединения, рассказывали о ситуации со свободой слова в Молдове и раздавали напечатанные материалы, где подробно описаны все решения, принятые молдавской властью в отношении СМИ. Депутаты стран Совета Европы проявили интерес к информационной кампании молдавских журналистов и заявили, что поддерживают Молдову на ее европейском пути. Я поддерживаю Молдову и поддерживаю молдавскую независимость. Я поддерживаю стремление Молдовы стать европейской страной. Мы знаем, что вы поддерживаете Украину. Вы великая страна. И мы надеемся и ждем, когда Молдова станет частью Европейского Союза. А депутаты, представляющие Румынию, заявили нашим журналистам, что не удивлены тем, что Майя Санду пошла против принципов демократии. Нас ничуть не удивляет, что Майя Санду начала предпринимать антидемократические действия. Начала закрывать телеканалы. Тоже не удивляет. Мы выступаем против Майя Санду, потому что политический лидер не должен действовать таким образом, как это делает Майя Санду. Сейчас идет речь о политической цензуре. Что делают эти телеканалы, это уже другой вопрос. Но свобода прессы – это право человека. Это право на свободное информирование. Другой румынский депутат Думитрина Митрия заявила прямо, что таким методом не место в стране, стремляющейся стать членом Европейского Союза. Если эти телеканалы ввели неадекватную редакционную политику, то они должны были получить какое-то оповещение, какой-нибудь судебный вердикт, где объясняется, что эти телеканалы сделали то или то, и это вредит стране. А если просто взять и закрыть телеканалы без объяснений, то это цензура и совершенно очевидно, что таким мерам не место в стране, желающей стать частью европейского сообщества. Молдавские журналисты встретились и с молдавскими депутатами в Совете Европы. Об этом рассказала генеральный продюсер первого в Молдове Людмила Бельченкова. Нам удалось встретиться с депутатами молдавского парламента, которые, как известно, избегают всяческого общения с нами, с журналистами, в том числе и Первого канала. Я здесь увидела и господина Попшоя, я здесь увидела и господина Грозу. И предварительно получила их согласие на интервью после того, как будет рассмотрен вопрос по Молдове. Подводя итог, Людмила Бельченкова подчеркнула, что депутаты стран Совета Европы проявили огромный интерес к происходящему в Молдове и к ситуации со свободой слова в нашей стране. У нас здесь сейчас происходит ряд встреч с депутатами стран, членов Совета Европы. И хочу сказать, что действительно мы пытаемся здесь и это делаем, и рассказываем о том, что же произошло у нас здесь в Молдове. В чем причина того, что шесть телеканалов, что у них была приостановлена лицензия. И нужно сказать, что все это вызывает неподдельный интерес. Нам задают очень много вопросов. Люди интересуются, что произошло, как произошло, как вообще такое могло произойти, что за один день была приостановлена лицензия сразу у шести телеканалов. Отметим в сегодняшнюю повестку у парламентской ассамблеи Совета Европы включен отчет содокладчиков по Молдове. Депутатов Пьера Алана Фридеса от Швейцарии и Инессы Лебини Эгнери от Латвии. В рамках наблюдательного комитета Совета Европы они подготовили доклад о ситуации в Молдове, который называется так. Отчет о выполнении Республикой Молдова обязательств как страны-члена Совета Европы. Напомним, накануне молдавские журналисты протестовали в Бухаресте на площади свободной прессы. Сотрудники СМИ, чьи телеканалы остались без лицензий по решению молдавских властей, ставят своей целью рассказать зарубежным партнерам нашей страны и международным организациям о ситуации со свободой слова и свободой выражения мнения в Республике Молдова.